Варшавское восстание Кто представлен на этой фотографии? Крайне слева это Геббельс В центре с кем-то из польских чинов ручкается никто иной, как Адольф Гитлер А вот крайне справа, отдающий честь, это никто иной, как будущий руководитель восстания в Варшаве Тадеуш Комаровский Тогда еще никто его не называл Буром, но он легко узнается Вот его фотография в молодости Служил он в австро-венгерской армии Отношение к России, я думаю, что легко прогнозируемо И на самом деле вокруг личности именно этого человека И разворачивалась основная интрига Почему я решил обратиться к действиям армии Краева, ее планированию И вообще подойти к ним с максимальной внимательностью В отечественной литературе традиционно звучат слова Приказ из Лондона, эмигрантское правительство Эмигрантское правительство пошло на шаг, стоивший польскому народу огромных жертв Варшавское восстание инспирировано приказом из Лондона Подняли восстание по этому приказу, повинуясь как роботы И оказались в сложном положении, которое потребовало вмешательства Красной Армии И помощи Красной Армии И, соответственно, дальнейшая дискуссия разворачивается о том Следовало помогать, не следовало помогать Можно ли было технически помочь Фактически армия Краева становилась неким таким облаком непонятным С невнятными планами, с антисоветскими, но опять же не очень внятными целями И неясными надеждами, на что, собственно, люди надеялись И каким образом реально начиналось то, что мы называем Варшавское восстание С лондонским правительством ситуация на самом деле непростая И если сразу определить отношение к нему, то я бы так сказал Что лондонское правительство, оно вообще очень часто во всем развитии ситуации Причем еще с осени 43-го года Являло собой такой островок благоразумия в океане сумасшедших страстей Как раз таки из Лондона доносились достаточно осторожные слова Которые, к сожалению, как сейчас мы в ретроспективе можем понять Не ложились на нужную почву Однако, был в Лондоне человек, которого звали Мариан Кукель Или Кукель, честно скажу, как правильно ставить ударение Не знаю Этот человек, который знал, например, Радека Участвовал в какой-то мере в революционном движении И именно в его устах, в том момент он был уже довольно пожилым человеком Ближе к 60-ти Именно Мариан Кукель, тогда министр национальной обороны правительства в изгнании Еще в октябре 43-го года Предлагал именно то, что впоследствии стало варшавским восстанием Он предлагал использовать в качестве центра тяжести действий армии Краевой То есть армии страны, подпольной организации, действующей на территории Польши На самом деле не только на территории Польши, но и на сопредельных территориях И он предлагал поднять восстание именно в Варшаве Объявить именно Варшаву в юрисдикцию лондонского правительства И тем самым поставить Советский Союз перед фактом наличия территории Политического центра, с которым нужно будет считаться И от этого политического центра дальше пойдет распространение власти правительства в изгнании И на остальную территорию Польской Республики Однако Этот план, предложенный Кукелем, был проигнорирован Имеются документы, они приводятся в разного рода публикации Если кому интересно, есть такой историк Цехановский, польский Довольно давно уже он работал, он успел опросить оставшихся в живых и участников, и руководителей восстания И он все это излагается ссылками на первоисточники Так вот, лондонское правительство план Кукеля не поддержало И его прямым текстом проигнорировали И посылаемые в Польшу указания Носили абсолютно противоположный плану Кукеля характер Указывалось, что да, ввиду того, что фронт приближается к границам Польши Нужно интенсифицировать действия, прежде всего, диверсионного характера против немцев Но одновременно давались крайне осторожные указания относительно того, что делать с советскими властями, с Красной Армией Как взаимодействовать с ними И вообще говоря, если буквально воспроизводить то, что советовали из Лондона Комаровскому Это звучит как оставаться в подполье То есть приходит Красная Армия Занимает территорию А армия Краева остается в подполье Так же, как при немцев При этом не ведет никаких действий диверсионного характера против советской власти И звучали прямые указания, что применять оружие только в целях самообороны То есть если вдруг местные власти, советские НКВД начнут скрывать эти ячейки армии Краева И пытаться их разоружать, арестовывать В этом случае разрешалось применять оружие в целях самообороны То есть очень осторожный план И предполагалось, что судьба Польской Республики будет решена на переговорах Причем, что интересно, почему я, кстати, поставил фотографию именно Кукеля Именно этот человек, он вообще достаточно легко опознается на фотографиях Он такой небольшого роста, с усиками Именно его заявления в апреле 43-го года стали одной из причин к разрыву дипломатических отношений Между СССР и эмигрантским правительством По известным всем событиям, связанным с вскрытием могил под Смоленском И обвинением Советского Союза в расстреле польских офицеров То есть в связи с информацией, поступившей от немцев Кукель делал заявление, и в итоге произошел разрыв дипломатических отношений На восстановление которых надеялись в Лондоне Для решения политического вопроса восстановления Польской Республики При этом, получив прямые и недвусмысленные указания из Лондона Вот этот милый человек, Тадеуш Бур-Комаровский Первое, что он сделал, он отказался их выполнять Его недавно поставили руководить армией Краевой И получив указание, что называется, сидеть смирно и ждать политического решения Он говорит, я это делать не буду Происходит этот замечательный диалог еще осенью 43-го года И именно Комаровский становится толкачем плана Который получил условное наименование Буря То есть восстание с целью, как он писал в Лондоне Демонстрации себя советом То есть нужно было продемонстрировать армии Краевой свое наличие И занимая какую-то территорию Вклиниваясь между Красной Армией и Вермахтом Заявлять о принадлежности этой территории Польской Республике И лондонскому правительству Так впереди паровоза бежал Комаровский Не лондонское правительство И по существу политики в Лондоне Были вынуждены пойти на поводу у Комаровского При этом Комаровский с политической точки зрения Был фигурой, прямо скажем, неоднозначной И я имею в виду даже не вот эти вот замечательные встречи с Гитлером Кто же тогда знал, что все повернется через 10 лет По-другому Он вообще из всех участников Варшавского восстания И тех, кто участвовал в боях вокруг Варшавы Был единственный, кто был лично знаком с Гитлером И по сути лондонское правительство Вынуждено было дать ему карт-бланш На действия, которые он считал нужным Тадеуш Бор Комаровский То есть местный командир Хотя диалоги, прямо скажем, были Иной раз на повышенных тонах И Сосновский Собственно, военный лидер эмигрантского правительства Даже предлагал Давайте меня выбросьте на парашюте в Польшу И я там лично все это возглавлю Плечом к плечу с Комаровским Или сместив его Но тем не менее План развивался И надо, опять же, сразу же сказать Что он не совпадал с планом Кукеля То есть можно было бы предположить Что Комаровский будет креатурой Кукеля И будет реализовывать его план Это не так План Буря первоначально предполагал захват Точнее не захват, а установление контроля военного и политического Над сельскими районами То есть не над крупных городах Из этого плана первоначально исключались Связано это было с разными соображениями В том числе гуманитарного характера, так скажем Старались избежать жертв среди многочисленного городского населения И до последнего момента До лета 44-го года План Буря предполагалось осуществлять Именно в сельских районах Где мало крупных населенных пунктов И здесь поляки попали в неудобное положение С точки зрения политико-демографической В восточных районах Поляки не были преобладающей нацией в населении Поэтому, например, во Львове и Вильнюсе Они банально не могли выставить себе Достаточно количества активных штыков Чтобы обеспечить успех в действиях против немцев Поскольку и Львов, и Вильнюс Были как раз это июль 44-го года Вильнюс, попытка освобождения силами армии краев Вильнюса, это 6 июля Провалившаяся Потому что Вильнюс был объявлен немцами крепостью В нем сидел крепкий гарнизон По данным советской разведки По итогам боев 12 тысяч человек Понятно, что несколько тысяч аковцев Вооруженных в основном легким оружием С ними ничего сделать не могли С ним, как говорится, красная армия С огнеметами и тяжелой артиллерии Возилась неделю Поэтому аковцев отбили По схожему сценарию разворачивалось все во Львове И аковцев банально разоружали По окончании боев План буря в том виде, в котором его предполагалось осуществить Он не удался Это в какой-то мере разочаровало Командование армии краев Но не означало отказ от реализации военных и политических планов Но при этом Если подходить уже ближе к восстанию На руководство армии краев Произвело сильное впечатление Суета немцев Примерно между 21 и 25 июля 44 года В Варшаве Когда немцы, что называется, забегали, как крысы, бегущие с корабля В городе наблюдалась отчетливая паника Связано это было с несколькими факторами Первый фактор – это начало наступления левого крыла 1-го Белорусского фронта под Ковелем Когда советские войска нанесли новый неожиданный удар Обошли Прест Вышли на ближние подступы к Варшаве Это и армия Чуйкова И 2-я танковая армия Новый удар Резкое изменение обстановки Когда вроде бы стабилизировавшийся фронт начал сыпаться И немцы засуетились Но эта суета быстро сошла на нет 5 дней паники Вторым фактором, естественно, было покушение на Гитлера Поэтому в какой-то момент руководство армии Краева воспылало энтузиазмом Что сейчас все рухнет Группа армии Центр разгромлена Немцы в панике бегут Мы поднимаем восстание И реализуем наш план Варшава реально попала в план бури летом 44-го года И это многое объясняет в дальнейшем ходе событий Дальше появляется на сцене человек Которого зовут Казимиш Ирани Косметский Это руководитель разведывательного отделения армии Краевой И человек, прямо скажем, незаурядный У него схожая карьера с Буркоморовским Тоже в австрийской армии служил Не следует думать, что он был большим любителем России Но тем не менее он был профессионалом высокого класса И разведка армии Краева работала хорошо Причем Два других полковника Командиры подразделения армии Краевой Акулицкий, Жепецкий Убеждали начальника разведки Специально исказить разведывательную картину С тем, чтобы варстание таки подняли То есть они его подзуживали Ну ты там соври слегонца Комаровскому Чтобы он отдал приказ о восстании Мы поднимемся Всех разобьем Будет большая победа Почет и уважение Он им ответил, что это непрофессионально Потом, кстати, как раз Цехановский опрашивал Оставшегося в живых Акулицкого Вот он наотрез отрицал Что нет, я не уговаривал начальника разведки Чтобы он соврал в развед сводсках Но тем не менее Осмецкий прямым текстом говорил Что мне уговаривали исказить сводки Чтобы поднять восстание Он от этого отказался И на большом совещании 25 июля 1944 года До восстания остается неделя Он сообщил реальное положение вещей Он сообщил о прибытии крупных резервов В том числе подвижных, механизированных И эсэсовских частей Причем эсэсовских частей Имеется ввиду войска СС Это не карательные формирования А именно войска СС Это те, собственно, дивизии Которые впоследствии наносили контрудар Под Варшавой Который остановил 2-ю танковую армию И заслушав его доклад И посовещавшись от восстания Отказываются И, собственно, тезисом главным Осмецкого И ранее Осмецкого было то, что Сейчас обстановка явно неблагоприятная Давайте дождемся итогов сражения Между русскими и немцами под Варшавой И после этого решим выступать или нет Разумное предложение Оно было принято И здесь важно подчеркнуть Что армия Краева Прекрасно знала штаб армии Краевой Прекрасно для задач восстания Был прекрасно знаком с обстановкой На ближних подступах к городу Разведка работала сносно Даже хорошо Не скажу отлично, но хорошо И заслуга это как раз Иране Космецкого Далее Время идет Пока еще события не активизируются Утром 31 июля До восстания остается чуть более суток Происходит совещание На котором вновь решается вопрос Поднимаем восстание или не поднимаем Самые буйные головы Сгруппированные в левой части экрана Один из них, кстати, Шосток Был начальником штаба армии Краева Они предлагали Выступаем Давайте выступаем, выступаем А то придут русские И будет как в Вильнюсе и Львове Однако Горячих голов не поддержали Ну естественно Предсказуемо Начальник разведки был против Был против Хрустцы Один из наиболее опытных командиров Армии Краевой Получилось 4 против 3 за А вопреки ожиданиям Опять же Комаровский Его ближайший сподвижник Пелчинский Воздержались Они воздерживаются Решение Не принимается То есть Я напомню Что восстание Началось 5 часов вечера 5 августа Утром 31 Принято четкое решение Ждем Ждем развития событий Проходит несколько часов Что называется Куарное совещание Продолжается Вечером Уже ближе к вечером Точнее Где-то Между 4 И 6 Вечером Снова Совещается При этом На совещании Присутствует Горячий сторонник Восстания Два воздержавших Человека В 17.30 Приходит Монтер Это Псевдоним Генерала Антония Хрустеля Точно так же Как у Комаровского Был псевдоним Бур Бор Лес Он появляется Говорит Что советские танки Уже входят В Прагу Это пригород Варшавы И Может быть Слишком поздно Давайте Давайте начинать И Комаровский Ломается Он В 6 часов Отдает приказ Начинаем Все 5 часов Вечера Следующего дня 1 августа Начинаем Тут появляется Начальник разведки Говорит Стоп Стоп Граждане Что вы так быстро Решите Давайте Перепроверим Эти данные Куда мы Спешим То что Монтеру Сказали Какие-то Непонятные Личности Что русские Танки Уже подходят К Праге А правда ли это Давайте Перепроверим У нас Временем Много Тем не менее Все его Возражения Отметаются Им говорят Все приказ Отдан Что называется Как говорят французы Морковки сварены Все Поезд ушел Выступаем В 5 вечера Следующего дня Если посмотреть Карту Положения Советских войск Фрагмент Карты Реальной Штаба 1-го Белорусского Фронта Я вот Кто Далеко сидит Не видит Варшава На западном Берегу Вислы И Пригород Варшава Прага На восточном Берегу Обозначены Советские Войска Танковые Корпуса Второй Гвардейской Танковой Армии Довольно Такая Крупная Группировка Немцев Которая Находится Собственно На Подступах К Праге Все эти Донесения Они На самом деле Сильно Искажали Реальную Картину И то Что Было Выяснено Разведкой Армии Краевой Это То Что Действительно Разворачивается Крупное Сражение Причем Именно В этот Момент Вечером 31-го Поступает Сообщение О том Что Начался Контруда Начался Немецкий Контруда В результате Которого Один из советских Танковых Корпусов Был окружен Был вынужден Прорываться Из окружения В общем Сражение Шло Прямо Скажем С переменным Успехом И для той И для другой Стороны Ни о каком Влете В Прагу И тем более В Варшаву На плечах Бегущих Немцев Не было И при этом Совершенно Не нужно Было Пороть Горячку Приказ Бур-Комаровского Это Шесть вечера До комендантского Часа Остается Два часа Приказы Командиров Конкретных Там Была довольно Такая Сложная Иерархическая Структура Армии Краевой И Формирование Приказов Непосредственно Подразделения Батальона Оно Заняло Еще Час До Комендантского Часа Оставалось Всего Шестьдесят Минут И Командиры На местах Банально Не успевали Ничего Получить Не нужно Было Пороть Горячку Более того Практика Показала Что Некоторые Подразделения Армии Краевой В частности Находящиеся Именно в Праге Они Вообще До вечера Первого числа Ничего Не получили Никаких Указаний И приказов До них Они Просто Не дошли Был Вагон Времени На то Чтобы Все Перепроверить Еще Раз Принять Окончательное Решение С холодной Головой Не второпясь Второпя Однако Решение Принимается Второпя И Машина Завертелась Начинается Схватка За Варшаву Которая Идет Разумеется Как уже Понятно Совсем Не так Как Предполагалось Причем Решение Поспешное Решение Очевидно Сейчас же В ретроспективе Очевидно Неправильное Здесь Вот Интересный вопрос Почему Монтер был Против того Чтобы выступать Первоначально Утром 31 В районе Варшавы У армии Краев Было 48 тысяч Человек Это Все Абсолютно Включая 4300 Женщин На всю Эту Массу Народа Имелось Совершенно Ничтожное Строго Говоря Количество Вооружения 39 Станковых Пулеметов 130 Ручных 2600 Винтовок Около 700 Пистолетов Пулеметов 3800 Пистолетов Огнеметы Минометы Гранатометы Гранаты Бутылки Зажигательной Смеси Даже Не на всех Хватало То есть Можно было Раздать В лучшем Случай По одной Гранате Каждому Не считая Женщин И Реальное Количество Именно Бойцов Армии Краевы Единовременно Составляло Не более Десяти тысяч Бойцов Понятно Что С десятью Тысячами Бойцов Монтер Особо Энтузиазма Не пылал Его решение Тоже Было Во многом Спонтанным И Вот это Вот Резкое Внезапное Решение Причем Надо сказать Что потом Уже на допросах В плену После войны Немецкие Деятели Кто собственно Участвовал В подавлении Восстании В контроле Варшавы С точки зрения Полиции И военных Они были Весьма Откровенны И Комендант Варшавы Даже прямо Сказал Что Мы считали Восстание Маловероятным Но Учитывая Польский Темперамент Его не Исключали Восстание Начинается И Ошибка Номер Два После Поспешно Принятого Решения Несоответствующего Плану Самих же Поляков Плану Буря Поспешно Решение Несоответствующей Оперативной Обстановки Ошибки Продолжают Сыпаться Как из рога Изобилия Какой был Несомненный Успех Восстания Это захват Электростанции Ее действительно Хорошо Грамотно Взяли И Обеспечивали Восставшие Районы Восставшие Варшаву Электричеством Фактически До Конца Августа Было Захвачен Небоскреб Варшавский Проденталь То есть Контроль Местности Обзор С этим Было Все Хорошо А вот Дальше Идут Сплошные Неудачи Первой Самой Главной Неудачей Это был Провал В захвате Мостов Он был Следствием Той самой Горячки Которую Порол Бур-Комаровский И Приказы Не дошли До Аковцев Находящихся На восточном Берегу Вислы И поэтому Большой Атаки Со стороны Праги На два Моста Ее не Последовало Там Их Обороняли Всего Несколько Десятков Немецких Солдат Саперы В мосты Были подготовлены К взрыву Но тем Менее Перебить Эти Несколько Десятков Солдат Не смогли Телефонные Станции Точнее Станции И Взять Не смогли И поэтому Немецкие Полицейские Силы Могли Друг Друг Звонить Начальник Дестапо Мог Спокойно Звонить В дворец Бруль Коменданту Который Был Генерал Люфтвафф И Говорить У меня Происходит То-то И Никто Не мог Ему Ничего Помешать Мог Связаться С Берлином Доложить О том Что Подняли Восстание Станцию Удержали То-есть Вместо Тишины В эфире Немцы Были Спокойно Могли Друг С другом Переговариваться Ну и Последовало Почему Это Произошло Немцы Четко Рассчитывали На Польский Темперамент Как они Выражались И Все Здания Подготовили К обороне Здание Гестапо Это было По-моему До войны Министерства Просвещения Сейчас Там Музей До сих Пор Здание Сохранилось Поставили Везде решетки И просто так К него Ворваться Было Невозможно При этом Гестапо Который Не смогли Взять Оно Не было Шедевром Фортификации Шедевры Фортификации Это вот Там Одно Из По-моему Как раз Телефонная Станция Оно Окружено Как немцы Это называли Испанским Всадником С колючей Проволокой Стоит Дот Который Просто так Не возьмешь Рядом И вы Не поверите Это Варшавский Университет Который Немцы Тоже Поставили У ворот Дот Полноценный Естественно Когда Аковцы Попытались Все это Атаковать При этом Я еще раз Подчеркну Что Варшава Попала В план Буря Довольно Поздно Поэтому Имея Теоретически Месяцы Подготовки Восставшие Главный Конечно Провал Это Все же Те Самые Мосты Это Мост Кербетза Его Поляки Так Называли По имени Архитектора При Ансьен Режим При царе Он назывался Александровский Мост В честь Александра Второго Через Вислу Хороший Надежный Мост По которому Могли Пройти Советские Танки Войти В Варшаву То есть Можно Было Взять Мост Удержать Его Обезвредить Взрывчатку И Открыть Второй Танковой Армии Первого Белорусского Фронта Дорогу В Варшаву И уже Своротить Вторую Гвардейскую Тогда Еще Танковую Армию Уже Задачка Непростая Но Мосты Взяты Не были Немцы Их По прежнему Контролировали Это Там Было Два Моста Один Вот Это Кербеца Или Александровский А второй Мост Пониторского Там Чуть Выше По течению Не Получается Красная Армия Сделала Самое Главное Что Она Могла Вообще Сделать В этой Обстановке Она Сковала Все Немецкие Дивизии Которые Были В тот Момент Немцев На Фронте Если Бы Как Ему Приказывали Из Лондона Один Из Самых Парадоксальных Моментов Варшавского Восстания Что Из Лондона В советских Публикациях Безумное Лондонское Правительство Настойчиво Говорило Комаровскому Свяжись С русскими В последний Момент Свяжись Проигнорировали Если Если Вечером 31 Числа Приняв Вот Это Поспешное Решение Комаровский Послал Эмиссара К Красной Армии Рокоссовский Мог Хотя Теоретически Прекратить Форсирование Восьмой Гвардейской Армии Вислы И Образование Магнушевского Плацдарма А так Утром 1 Августа За Несколько Часов До Восстания Восьмая Гвардейская Армия Чайков Форсирует Висла Занимает Плацдарм Все хорошо Все по плану Но она Исключается Из борьбы За Варшаву У Красной Армии Были свои Планы Сверстанные Рабочие Войска Идут в обход Варшава Севера Образуется Плацдарм Обходе Варшава С юга Берется Как Киев Грамотно С обеих сторон Без Утомительных Городских Боев Могли Это в последний Момент Остановить Нет Это сделано Не было Никого Ни о чем Не предупредили Восьмая Гвардейская Армия Бьется На плацдарме Там уже Вывести Нереально И Тем Менее Красная Армия Сковала Все Что было У немцев И командующий Девятой Армией Форман Прямым Текстом Докладывает Начальство У меня Свободных Войск Нет Давите Это Ваше Восстание Чем Хотите И Каким Образом Осуществлялось Подавление Восстания Вот ролик Который Как говорится Очень ярко Показывает Как это Происходило Это Ест Штурнгишунцев Машина Управления Это Танкетки Роботы Боргварды Причем Они Отзеркалены Это Какие Тут Невнятные Части Возможные Коллаборационистов Вот Они Так Имитируют Что Они Перебегают Улицу То есть Наверняка Постановочный Кадр Дальше Идет Обстрел Тяжелой Артиллерии Летят Какие Снаряды Трассерами От Видим Из Зенитов Автоматических Вот Немцы Глазеют На Все Это Сейчас Летят Самолеты Штуки Сбрасывают Бомбы Мощный Султан Взрыва Снова Сбрасывают Бомбы Зрители Болеют Гол Куда Попали Это Штурмтигр Сейчас Там Еще Раз Будет Повторен Штурмтигр Выпускает Свою 380 Милометровую Ракету Сам Весь В огне В общем В этом Ролике Капли воды Отражает Чем Давили Собственно Восстание Восстание Для восстания Собрали Прямо Скажем Всякий Сброд Карателей Там Азербайджанский Батальон То есть Вот эти Мощные Мужчины Они Я думаю С очень Большим Энтузиазмом Пошли В бой Далеко От Азербайджана Где-то В Варшава Какой-то Город Там С Миксом Архитектуры Это Значит Иван Фролов Бригада Рана Там От нее Был Сводный Полк Справа Даже Человек В танкистском Камедезоне Там У них Четыре Танка Т-34 Было Трофейно Естественно Ценные Указания Дает Немецкий Офицер Ну Видно Что Это Не Клаборационист Перчаточка То есть Он Наверное С этими Кадрами И не Ручкался Лишний Раз И Вот Этот Вот Сброд Штурмует Кварталы Варшавы И Собственно То Что Восстание Держалось Два Месяца Это Следствие Того Что Красная Армия Все Что Можно Сковало И Восставших Громили Всевозможные Части Под Эгидой Рейхсфюрера СС Гиммлера Боеспособность Этих Частей Была Прям Скажем Условной Пограбить Поубивать Понасиловать Это Дело Делать С этим Было Уже Хуже Усилили Чудо Оружие То есть Вот Были Штурмы Тигры На фронте Непонятно Где Как Применять Что Называется Второй Танковой Армии Отобьешь Отобьешься Но Можно Пулять Вот Этими Трехсот Восьмидесяти Миллиметровыми Достаточно Мощными По Разрывной Силе Ракетами По Зданиям Варшаве Значит Еще одним Чудо Оружием Были Эти Боргварды Радиоуправляемой Танкетки Причем Естественно Штурмовые Орудия Машин Управления Использовались Как обычные Самоходки Расстреливали Баррикады Голиафы Причем Восставшие Достаточно Быстро Научились Перебивать Огнем Провод Управления Но Тем не менее Они Доезжали До каких-то Зданий Подрывали Их С Боргвардом Получился Вообще Очень Такой Я бы сказал Тяжелый Кровавый Инцидент Когда Восставшие Его Захватили Они Не поняли Что это Такое Они Видели Ну Танк Захватили Танк Они У него Сели Поехали Там И в этой толпе Эти 500 килограмм Взрывчатки Как Взрываются И что называется Все стены До пятого этажа Вымазаны Кровью То есть Было убито Там Человек 150 Наверное Очень Там До сих пор Я вот был В Варшаве Там Есть Даже Табличка На месте Этого Страшного Взрыва Но Действительно Люди просто Не поняли Что это Такое И Нарвались Был В качестве Чудо Оружия Карлы То есть 600 миллиметровые орудия Их особо Тоже нигде Не применить В августе Что называется Ну По плацдарму Советскому стрелять Ну может быть Но опять же Слишком близко У него Дальность Небольшая В Варшаве Вот Масса Все Чудо Оружие При этом Обычно Артиллерии Было Мало Но Тем не менее Штуки Мощные И Такой Самый Известный Кадр Варшавского Восстания Попадание 600 миллиметрового Снаряда Карла В небоскреб Пруденталь Попадание Взрыв Чудовищной силы Дым Отходит Это Не хроника Это Именно Несколько Фотографий Сделан Из крыши Дома Восставшем Кстати Почему Стреляли Вот Командир Одной из Рот Армии Краева Ведет Наблюдение Как раз Издание На площади Наполеона То есть Это и есть Пруденталь На площади Наполеона Вот стрелочкой Показано Вот ведь Все Разрушено И Вот это Торчит Небоскреб Он жив До сих пор Это вот Моя фотография Как раз Памятник Наполеона Пруденталь Он В страшно Таком Убитом Состоянии Сейчас Но Здание Осталось Стоять Его Отремонтировали И вот Оно Дожил До наших дней Ну Что еще Использовалось Против Восставших Это Еще одно Чудо оружие Это Реактивные Минометы Представились Вот такие Рамы Это вот Именно Съемки В Варшаве Следует Почерпнуть Что это Из Киножурнала Немецкого Съемки В Варшаве Один Кстати Из немногих Моментов Где снимали Небельверфер Это Зарево Пожара От огня Ну Понятно Что здание Тяжело Разрушить Но Огнеметные Они Доставляли Защитникам Немало Проблем И Восстание Постепенно Давили С помощью Всех этих средств То есть Вот такой Кадр Уже Не хроники Корреспондента То есть Ставили Рамы И Запускали С них Достаточно Большие Заряды Взрывчатки То есть Разрушение Баррикад Разрушение Зданий Не самых Прочных Поджигание Зданий И Постепенно Все это Поглощалось Причем Надо сказать Что ошибкой Номер три Восставшим Стало то Что они Друг другу Не помогали То есть Если в случае Немецких Крепостей Вот кто Может быть Был На Мои лекции В Некрасовке Или там На ютубе Смотрел Общим принципом Был наличие Подвижного Отряда Который Подпирает Атакуем Участок Обороны У Аковцев Этого Не было Более того Громили Вот эти Вот все Отребья Коллаборационисты Дирлевангер То есть Совершенно Люди Абсолютно Лишенные Каких-то Моральных Рамок Они Как считается Убили Около Сорока Всего Погибло И было Расстреляно Около Сорока Тысяч Человек Районы Западные Районы Варшавы Волей Охоты При этом В полутора Километрах От Воли Охоты Стояли Такие Подразделения Они Назвались Кедыв Это Командование Диверсии У которых Было Две Трофейные Пантеры Они Пальцем Не Пошевелили Причем Да Есть Отговорка Там Были Из Армии Людовой Там Были Коммунисты Поэтому Им Не Помогали Но Они Не Помогали И Другим Проблема Была В том Что Бились Поодиночке Их Постепенно Съедали Квартал За кварталом Вот Это Воинство Его Бросили Сначала На Волю Охоту Потом На Старый Город И Они Дали И Финал Наступил Когда Обстановка Так Стабилизировалась Под Варшавой И Пошли Армейские Подразделения Тут Они Стали Восставших Громить Очень Быстро Обычной Артиллерии Было Мало Только Чудо Оружие Телеуправляемые Танкерки Но Медленно Но Верно Это Все Восстание Носило Поражение И Дальше Момент Истины 13 Сентября 44 Года Когда Красная Армия Занимает Прагу Красная Армия Продолжала Двигаться Решать Свои Оперативные Задачи Выходит Квисле Что происходит Немцы Мосты Которые Они продолжают Контролировать Взрывают В чем Как видим Река Довольно Широкая Остров Есть Конечно Но он Голый Как пятка На другой стороне Городские Кварталы Где в каждом Окне Может быть По стрелку Форсировать Вислу Это Задача Которая Обернется Большой Кровью Просто Без вопросов Мосты Взорвали Помочь Мало Реально Уже Танки Не переправишь И вот Эту Первую Возможность Упустили Захватить Мосты И фактически Лишили Возможности Себя Спасти Красной Армии Хотя бы Теоретически Потому что Понятно Что Для Красной Армии Это было Как снег На голову И Что делать Разрываться На честь Ну хорошо Вышли К Висле Мосты Зарвали И что дальше При этом Восстание К тому моменту Уже дышал Наладан Старый город Уже Выжжен Был Снесен Там Кстати В одном Из переулков Правый кадр Это мой Есть Такой Маленький Стендик Гусеница От Голиафа Вделанная В стену Как раз За старый город Активно Использовались Радиоуправления Танки Подъезжали Взрывали И Крушили Карнизон И дальше Уже Вот эти все Люди Из коллаборационистских Формирований Полицейских Моицерские Какие-то части Мелкие Они Занимали Место Это на самом деле Один и тот же Дом В наши дни И тогда В 44-м Город был Естественно Сильно Разрушен Один снимок Это 5 августа Уже там что-то горит Но тем не менее Много целых крыш Другой снимок Это октябрь И Целых крыш Уже почти нет И красивый Такой Королевский Замок Он превращен Вот он в Правом Верхнем углу Если смотреть На Аэрофотосъемку Это как будто бы На Стол Насыпали Крупную Соль Это на самом деле Разрушенный Очень красивый Королевский Замок Его Восстановили Это новодел То что сейчас Стоит В Варшаве Это новодел Он был снесен Практически Под ноль Именно в ходе Боев И К Сентябрю И старый Город И старого Города Ушли по Подземным Коммуникациям Еще одна Ошибка Это кстати Игнорирование Возможности Подземных Коммуникаций Заранее Не расчищали То есть ошибка На ошибке И почему-то Все равно Русские Виноваты Что не пришли На помощь Начали восстание Вопреки Начальнику Разведки Вопреки Первоначальным Планам Не решили Основные Задачи Не взяли Мосты При этом Русские Должны Вывернуться Наизнанку И всем Помочь И дальше Вот этому Человеку Который На самом деле Без привлечения Можно только Уважать Тот же самый Казимиш Ираник Осменский Он дальний Вот Они сидят Сзади Осменский Он Дальше От нас Видно Свернутый Белый флаг Они пошли Парламентерами То есть Стали договариваться Единственное Что Хорошо Сделали Аковцы И Собственно Командование Армии Краевой И Лондон Того Кого Принято Называть Лондонским Правительством Они Четко Обозначили Восставших Как Комбатантов Они Обеспечили Их Униформы На Аэродроме Захватили Униформу Немецкого Технического Персонала Плюс Были У них Такие Пантерки Как они Называли Камуфляжные Куртки У всех Нарукавные Повязки На касках Тоже Повязки С национальным Обозначением Четко Обозначены Как Комбатанты Это Позволяло Им Капитулировать То есть Официально Сдаться В плен И Кого Отправили Договариваться О Капитуляции Все Того же Несчастного Ираника Осметского Человек Выпил Свою горькую Чашу Просто До дна Начали Восстание Вопреки Крикам Что вы Делаете А потом Он пошел Хлебать Отправившись К Бахцелевскому Эсэсовцу Который Кстати Что Можно Сказать О Бахцелевском Человек Был Хоть Упырем Но Упырем Разумным После воли Охоты Он понял Что если Мы такими Темпами Будем Двигаться Дальше То Мы только Озлобим Местную Население И будут Сражаться До последнего Поэтому Он прикрутил Крантик Особо Жестких Зверств Казнили Каминского За неподчинение Как раз Руководителя Коллаборационистов Действовавших В Варшаве Навели Худо Бедно Порядок Дисциплину При этом Официально Потом Был Допрос Официально Разрешалось Если дом горит Если дом пожар Брать Все что хотите Все догадались Что делали Они поджигали дом Брали что хотели Говорили Все по закону Все честно При этом На допросах Потом Этнический Русский Коллаборационист Он говорил Что мы Тащили В основном Золото Серебро Драгоценности Немцы Перли Все Ковры Шубы Пальто То есть Тащили Просто Обносили Все Потому что Понятно Что коллаборационистам Что в кармане Внести Может быть Потом Где нибудь Это реализовать Я Утешу всех И всех Похватали Главу Рана Вот Который был На фоте В шикарной папахе Вот там Допрашивали Органы И Опять же Владея немецким И ранее Косметский Вот он Дайни Такой Не подумаешь Что это на самом деле Полковник Такой С лысинкой Вот инженер Или доктор Но тем не менее Это начальник разведки Армии краев В центре Бах Целевский И Так сказать Они Вот Как раз Подписывают Капитуляцию И Армия краев Собственно Сложила оружие Причем Им довольно Такие Расширенные Условия Давали Там Органы Поддержания Порядка Им разрешалось Иметь оружие То есть Некоторое время Уже после капитуляции По Варшаве Расхаживали Аковцы С пистолетами И винтовками Поддерживали порядок Ну Тем не менее Все отправили В лагеря В военнопленных И Наш герой С которого Мы начали Повествование Им не позволили Закончить Он мог Вот только Шляпу Снять Своим Идущим В плен Соратнику То есть Это уже Разоруженные Аковцы Вот Человек С портфелем Тадеушек Морозки Он Пошел Со всеми В плен Немцы Предлагали Хотите Будете жить Как честное лицо Нет Он пошел Со всеми В плен Потом Эмигрировал Но Вот Его решение Оно Стало Началом Проведия Неразумные И вовремя И несоответствующие Обстановки Решение Принято Человеком По имени Тадеушек Морозки Привело К величайшей На самом деле Трагедии И Варшава И население И на самом деле Вот это вот Трение между Россией и Польшей Хотя вот Советские войска Я думаю Что Во всех штабах Вот в немецких Штабах Наверное Сказали Шайсы В советских Штабах Сказали Вашу мать А Так Кстати Казимиш Осмецкий Сказал Псек Когда началось Восстание И вот Подводя итоги Было начато В неблагоприятной Обстановке Которая Предопределила Изоляцию Восставших Изоляцию То есть Они были Они с тем же успехом Могли поднять Восстание Где-нибудь В Познании Или в Краколе То есть До них Было точно так же Не добраться Ошибки планирования Привели к неудаче Захвата важных объектов Что усугубило Изоляцию Это Незахват мостов Хотя бы Телефонных станций Ну и Стремление захватывать Территорию Привело К дроблению Силу Восставших То есть Вместо того Сидеть плотной Массой На наиболее Крепких На улице С крепкими домами Они рассеялись По всему городу И постепенно Сожрали Ну и вот Отсутствие Подвижного резерва Взаимодействия Способствовало Уничтожению Очагов Сопротивления По частям Даже теми силами Незначительным Которые Задействовали немцы Ну и У нас Остается Как говорится Несколько минут Я себе позволю Сделать такой Лирический Эпилог Это История Одной площади Это Снимок Самолета Уже Начало века Площадь Которая Сейчас Называется Площадь Пилсудского Впереди Саксонский Дворец Такое Большое Здание С характерной Колоннадой В центре Перед ним Парк Фонтаны И на площади Располагается Собор Александра Невского Как известно Варшава была Частью Российской Империи И стоял Большой Собор Сколокольни Когда Появилась Независимая Польская Республика Собор Снесли Вот у нас Та же самая Площадь Тот же Самый Саксонский Дворец Собор Снесен Его не взорвали Его просто Снесли до основания Сделали Гладкое место Я ни на что Не намекаю Я просто Говорю Констатирую Факт Вот тут Какие-то Польские Шушпанцеры Какие-то Зенитные установки На автомобилях В общем Саксонский Дворец Стал Генеральным Штабом Польской Армии Здесь Проводились Парады На месте Снесенного Храма Александра Невского В ходе Восстания Саксонский Дворец Сильно Не пострадал Если Посмотреть На Аэрофотоснимок То В центре Аэрофотоснимка Во-первых Отлично Видна Гладкая Площадь Где стоял Собор Даже Видно Что Перекоп На Каким-то Окопом И Четко Видно Что Только Одно Крыло Дворца Там Видимо Был пожар И рухнула Крыша Весь Остальной Дворец Целый Гитлер Приказал Варшаву Снести Взрывами И Немецкие Саперы После того Как было Эвакуировано Население Ушли В плен Аковцы Они Ставятся Направленно Взрывать Все Подряд Они Взорвали Дворец Бруль Который Был Резиденцией Штахеля Коменданта Перед Началом Варшавского Восстания Такое Тоже Очень Красиво Заметное Здание Они Снесли Саксонский Дворец Постройку Изначально 17 века Перестраивался И Взяли И взорвали В декабре 44 Года И от него Сейчас осталась Вот такая Арка И могила Неизвестного Солдова Если приехать Сегодняшнюю Варшаву Там Гладкое место Абсолютно Стоит Огрызок Дворца Ну Сейчас Собрались Его восстанавливать Что-то там Перекопали Стоит Оскол Вот такая Вот история Одной площади Варшави Упаси Бог Я не говорю Что Бог Наказал Нет Это просто История Варшавы 20 века Ну это лирическое Что я сказал Это вот Итоги Спасибо Вопросы Аплодисменты Аплодисменты А дата Конститурация Дата 2 октября 1944 Год Точнее 2 октября Было подписание Реально Они пошли Сдаваться 4 октября 2 месяца Да 2 месяца Постепенно Так с этих Сжирания По кварталам Слушайте А вот В июле месяце Каждый июля В 20 числа Насколько ехал Николайчик Чем было связано Чтобы визит его Да Это справедливый вопрос Я как бы Политические темы Оставил У противника Вообще Ну вот Так скажем Николайчик Должен был Договориться Установить Дипломатическое Отношение С советским Правительством И вообще Говоря Его задачи Не было Восстание В Варшаве Для него Оно было По большому счету Таким же сюрпризом Другое Потому что Он вынужден Был Содействовать Своим Соотечественникам Попавшим В трудную ситуацию Но реально Это Должно было Быть Политическое Решение Ради которого Собственно Пресловутое Лондонское Правительство Говорило Сидите Тихо Мы добьемся Политического Решения Совместно С союзниками Лучше Сидите В подполье У них даже Были планы Эвакуировать Аковцева Куда-нибудь В Венгрию Отойти Из советской Зоны Но вот К сожалению В силу обстоятельств Вот этот вот Визит Николайчика Проходил Под аккомпанемент Восстания Что Конечно Не способствовало Взаимопониманию То есть не было Никакого Прилита Решения Со стороны Восстановления Депрозошения Да? Понятно Почему Восстановление Оно Дефакто Состоялось Но вот Оно Это Установление Было Смазано Вот этими Переговорами О том Что надо Помог Как Как-то Помочь Хотя С этим Как Были Проблемы Да что Говорить Вот Говорят Англичане Помогали Когда 15 Августа Немцы Немецкое ПО Сбило Сразу 9 Самолетов Англичане Предпочли Летать На Кенигсберг Потому что Над Кенигсбергом За одну ночь 9 самолетов Не сбивали А тут Немцы Просто Напряглись Сбили И На какое-то Время Что называется Был крантик Прикручен Что уж Говорить О том Что Так Сать Советские ВВС Оказавшиеся Довольно далеко От своих Первоначальных баз Они вообще Должны были Выворачиваться Наизнанку Чтобы Осуществлять Снабжение Сразу По горячим следам Когда появилась Возможность Да что-то Сбрасывали И было Вот это Форсирование Но так Визит Миколаевича Да Он не был Приурочен К началу Восстания И я думаю Миколаевич Был совершенно Поступили Средни из Варшавы Вот если бы Все было Как Начальник разведки Говорил Отложили бы То возможно Было бы достигнут Такое Разумное Приемлемое Решение От которого Можно было бы Выстраивать Отношения Дальше И второй вопрос Вы сказали О том Что в начале августа Второй танк Главный Фактически И черпал Свои Восстанавливательные Возможности И третий Танковый корпус Фактически Был разбит Ну Окруженный Прорывался Окруженный Да И получается Что они Советские войска То есть Первый Белорусский фронт Практически Представил Своими преступлениями И занялся оборотой Ну Во-первых Он не прекратил Поскольку Расширялся Магнушевский плацдарм Шли бои на Нареве Но вот этот Контрудар Немцев Да Немцев Он заставил Остановить Действия Второй танковой армии В отрыве От своей пехоты То есть Надо было Дождаться Сплошного фронта Выстроить Этот сплошной фронт И уже дальше От него И шли бои На самом деле Всю осень Не следует думать Что Красная армия Откинулась На спинку Качалки И ждала Что происходит Там шли бои И на Плацдарме И на Нареве И они продолжались И после того Как восстание Капитулировало Октябрь Ноябрь Я об этом кстати говорил В прошлый раз Слушайте Вот 8 августа 1944 года Жуку Прокоссовски Написали докладную записку Сталина По поводу Проведения Варшавской операции С 25 августа То есть Как бы Да Да Нет План был громадьё Да Но они были А там был план Было реализован Нет Нет В том виде В котором Изначально планировалось Да Вот с этим обходом С двух сторон Это уже К сожалению Всё сдвинулось На 45 А То есть На 45 То есть А То есть То есть Не Ну реально Реализовалось Да То есть План был План был Наконец Вода Но он не реализовывал Не Ну они Как бы Пытались Но вот Первоначальный Вариант Он не реализовался А вот А давайте Сначала Да 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 Алексей Валерьевич Вот Вы сказали Что Оставшие Захватили Лепростанцию Скажите А система Дублирования Электропитания Скажем Телефонных Станций Она как Действовала И Почему Она могла Действовать Сами Телефонные Станции Почему Не отрезали Электрические На это Я отвечу Как Работник Телекоммуникации Потому что Дизель То есть Это Понят Что было Букапное Питание И кроме Того Было То есть Это был Не единственный Источник Электроэнергии И поэтому Немцы Имели Возможность Тоже Вполне Комфортно Пользоваться Благами Цивилизации Но вот Тем более Это была Электростанция Одного Из районов Так называемого Повислия Это был Промышленный район И вот эту Электростанцию Взяли Это была Единственная Не единственная Вообще Принцип Электростанция В Варшаве Другого Прошла Она была Достаточно Производительной Чтобы Питать Весь Горьк Можно ли Электростанция Приказ Взрыв Варшаву Каким-то Инпульсом Гитлера Которые У него В конце Война Были Присущи И от Электростанция Бешенством То есть Гиблия Приказывал Уничтожать Десятками Тысяч Развивалось Население Варшавы Потому что Аковцев Столько Набрать Был Нельзя А Гитлер Приказал Обратить Варшаву В руины Действительно Было Иррациональное Требование Которое Вело К перерасходу Взрывчатки Совершенно Напрасно Другой Вопрос Что Могло Использоваться Суррогат Взрывчатках То есть То что Не идет Снаряды Всякие Взрывчатые Вещества На основе Там Аммиач Населитра Там еще Что-то Ну то есть Могли Использовать Всякий Мусор Для того Чтобы Взрывать Здание Но тем Не Да Это Напрасное Расходование Инженерных Средств На Приказ Не имеющий Практический Ценности Ну какой Смысл От взрыва Этого Несчастного Саксонского Дворца Ну обратили Его в руины Ну Военный Смысл Он не имел Он его Так сказать Не собирались Не использовать В качестве Оборонительного Сооружения Не Еще что-то С ним делать Что называется Перестраивать Его в башню ПВО Просто Действительно Безумный Приказ Бессмысленная Страстью К разрушению Вот это Действительно Право Одна из вспышек У Гитлера С Задачами Абсолютно Перпендикулярными Военной целесообразностью Давайте Два вопроса Там 48 тысяч Это полноценная Советская армия Даже больше Каждый день Надо 100 тонн Боеприпасов Продовольствия Воды Раз А вы говорили Что там было Только на 10 тысяч Водорожения Да Вооружение на 10 Это первое Откуда это все Бралось Первое Они в кольце Находились Второй вопрос Вы говорите Что там Практически Осталось 10 тысяч То есть 38 было уничтожено За два месяца Они, кстати, два месяца воевали Это снабжение Офигенное Снабжение должно быть Вот такое количество То есть Осталось 10 тысяч Остальные погибли И поляки Как напоминают Хотя бы Не, не, не Там Несколько Там жертвы Действительно Были большими Но не 38 тысяч Там погибла Примерно Половина Но 48 тысяч Это общее количество Тех, кто числился В армии Краюл При этом Единовременно С оружием В руках Могли сидеть На баррикадах В огневых точках Только 10 тысяч Чем занимались Остальные Остальные 38 Не, ну, во-первых Конечно, они Что-то носили В основном Использовали Для строительства Баррикад Баррикад, естественно На 1 августа Никаких не было В Варшаве И Когда Восстание Состоялось 10 тысяч Человек с оружием В руках Воюют Остальные Из мусора И там Всяких плит Трамваев Строят баррикады Строят баррикады Копают позиции То есть Этим занимались Люди У которых Не было Оружия Что касается Вообще Питания Стабжения Ну, водопровод был Водопровод, кстати Немцы Это считается Одной из их ошибок Что они не обрезали Ни электричество Ни водопровод То есть Они могли Контролируя Какие-то районы Они могли Добраться До Сузлов коммуникации Все Прекратить Но они это не сделали За Кольцо Вокруг Варшава Было неплотным Его держали Вы будете смеяться В 2019 году Его держали Украинские Коллаборационисты То есть Вот в книге Изданной до Значит Известных событий Автор Форжик Там Это Прямо Карты На ней Обозначены Украинянцы Украинянцы Вот их поставили На периметр Мы попытались Сначала бросить Бой Как Не зашло И поставили Оборонять Периметр Естественно Периметр был Дырявый Потому что Народа было Немного На большой город То есть Было Определенные Вот эти Возможности Сообщаться С внешним миром Получать Какие-то Консервы Еще что-то Но в целом Да Население Голодало Да Патроны Накопили Во-первых Накопили Патроны Что-то Захватили У немцев Что-то Сбрасывали С воздуха Англичане Но при этом Понятно Что это было Только На стрелковое Оружие И отбивались В основном Стрелковое Оружие Вот этими Гранатометами Противотанковыми Пиат То есть Эта Интенсивность Боев была С одной стороны Высокая За счет того Что немцы Использовали Всякие Специальные Технические Средства Но Плотность Огня Со стороны Восставших Она была Конечно Невысока Когда Стрели Отстреливаются Из пистолетов И большинство Восставших Даже Те У кого Было Оружие У него Были Только Пистолетов Это Мне Честно говоря Напоминает 1905 год В Москве Вопрос Еще Последний Складывается Впечатление У немцев Великолепная Агентура Гестапо Они Просто Держали Эту армию Для чего Они Прекрасно Знали О существовании Ну как 48 тысяч Там Агентов Было Наверное 5000 Две Не Ну как Партизан Тоже Существовали А Насчет Агентуры Совершенно Справедливо Они В городе Все Были Переловить Можно Было Как Клопов Город Все Ж Был Изначально Миллион Население Поэтому Агентура Была Причем Как Опять На Допросе Рассказывал Начальник Полиции Варшава Он Сказал Что За Какой Мало Того Что Восставшие Начали Перестрелки Уже До Часа Чем Позвонила Какая То Женщина Офицеру О том Что Скоро Будет Восстание Офицер Поднял Трубочку Позвонил Начальник Полиции Сказал Скоро Будет Восстание Начальник Полиции Сказал Спасибо Мы Уже Знаем Мы Уже Готовимся Но Тем Менее Сам Факт Да Очень Много Знали И Но Это Опять Ж Точно Как Где-то В сельской Местности Тоже Были Аковцы Немцев Не хватало И сил Чтобы Переломить Но Агентура Была Очень В том числе Глубоко Законспирированная И У немцев Был Агент Даже Близкий К Комаровскому То есть Это В общем Один Из Фактов Я Не Стал Напоминать Но Факт Есть Что Агентура Пронизывала Все И Немцы Действительно Знали Очень Много Но Они Просто Считали Что Наверное Не будет Уставать Или Если Произойдет Как Небудь Отобьемся Вот Так Вот А так Да Поэтому Это Сначала План Буря Предусматривал Восстание Ночи Но Поскольку Было Известно О том Что Информация Просачивается К немцам В последний Момент Решили А мы Сделаем Креатив Мы Поднимем Восстание Посреди Белодня И Смешаемся Столпой Но Естественно Немцы Это все Заметили Поэтому Когда Подходили Ко всем Этим Полицейским Зданиям На них Уже Смотрели Пулеметы С заправленными Лентами Все Уже Были Готовы Встретили У плана Был шанс На реализацию В январе 1945 Года Если бы Восставшие Обрели Непольский Темперамент И дождались Бозимы Немцы бы Побежали Из Варшавы Под угрозой Окружения И можно было Действительно Поднять Восстание И захватить И сказать Мы Эмиссары Лондонского Правительства Но это Сделано Не было В январе Варшава Лежала В руинах Подорвана Аковцы Сидели По лагерям Войнопленных И город Был Усилин Там Десятки Тысяч Убитых Причем Под конец Восстания Местное Население Говорило Зачем Вы восстали Там это Тоже По всяким Агентурным Данам Идет О том Что уже Население Начало Роптать И говорить Что Насчет Платов Поляков И 43 И 44 Я все-таки Не понимаю Даже если У них все Хорошо Не знаю Немцы Побежали Не стали Воевать За Рошаву У них Есть Десять Тысяч Бойцов Подходит Красная Армия Им Нужно Создать Впечатление Что Здесь Польское Правительство Обладает Какой-то Силой Поддерживает Фарен При этом Они Хотят Перебросить Парашютистов Как они Могут Это Сделать Если У них Банально По дальности Не хватает Самолетов Из Италии Нет Но Парашютисты Это был Как быть Экстремальный А план А так Они всерьез Рассчитывали Что за 12 часов Они смогут Организовать Местное Самоуправление То есть Приходит Красная Армия Объезжают Танки И встречают Люди В шляпах Говорят Здравствуйте Мы Представители Польской Республики Считалось Что если Будет 40 тысяч Человек В повестках Аковских То их Красная Армия Не сможет Проигнорировать То есть Это на самом деле Большой вопрос Что бы с ними Сделали Я Честно говоря Считаю Что Красная Армия Эту проблему Как-то решила Если там нет Парашютистов То Красная Армия Что возьмет Под козырек И скажет Да-да-да Конечно Конечно Ну вот Скорее всего Воинство В котором Только 10 тысяч Человек Были вооружены Скорее всего На них бы Наставили пулеметы Их бы Но считалось Считалось Подчеркну Это Были жаркие споры Как говорится И в Польше И в Ака И так сказать В Лондоне О том что Если Уже Установлена власть Уже Что называется Вывешенные Красно-белые флаги Что Русские Не смогут Так сказать Так плюнуть В глаза Союзникам И разоружить Сразу Такую большую толпу То есть Предполагалось Что Размером И не значение Что в Вильнюсе Там 4 тысячи человек Разоружить легко Во Львове Примерно Такое же Воинство Тоже легко А вот 40 тысяч Это 40 тысяч И так сказать Люди В шляпах И в польтах Они Произведут Нужное впечатление Если скажут Что мы Представители Законной власти И на самом деле Ну Тут Как говорится Мы не знаем Как бы случилось Но вот Расчет был Именно на это На то Что В Варшаве И возвращаясь В начало Вот этот план Который Предлагал Кукель И вот Если бы Изначально С самого Начала Прям С осени Пошли Раскручивать Ну И реализовали Бо В январе 45 Неизвестно Как бы Оно сложилось Понятно Что потом Были Переиграть После войны Разменять Польшу На Грецию И прочее Но тем Не менее Здравое зерно Оно было И Какие то Шансы Не нулевые Что пойдет Как хотят Поляки Они тоже были Пара вопросов Небольших Один из них В продолжении Уже заданного Насчет успешности Плана Бури Тут конечно Из области Альтернативки Немного Но допустим Восстание Начинается Так же В конце июля В начале Абгарства 44 Но чуть Лучше Спланировано Чуть меньше Косяков На пароле И проходит Более или менее В соответствии С планом То есть Захватываются Те же Мосты Стратегические Объекты При Том обстоятельстве Что у немцев Было относительно Мало сил Чтобы нормально Бороться С восставшими Если бы они Нормально Воевали Какие шансы Были бы У варшавян У аковцев Вообще Как то Продержаться До освобождения Варшавы Красной армии Какими то Может быть Очаговыми Анклавами Чтобы Опять же По результатам Схожей Варшавы Сказать А вы знаете Нас здесь стояло Захват мостов Радикально Поменял Конечно Ситуацию Потому что Варшавский Железнодорожный Узел Варшавский Железнодорожный Узел И здесь Отвечая на вопрос Я Обращусь К прецеденту Волынскому Дело в том Что весной 1944 года Был прецедент Когда Один из Польских Командиров Армии Краевой Вошел В контакт С Красной Армией Под Ковелем И на самом деле К нему Отнеслись Достаточно Доброжелательно Другой вопрос Что военная Обстановка Ввиду того Что туда Приехали ССовцы Резервы Группы Армий Центр Нанесли Контруда Погиб Этот командир 27 Пехотной Дивизии И Все пошло Не так Но Этот прецедент Показывает Что В принципе Красная Армия Возможно Москва Были Настроены По отношению К перспективам Польской Республики Не сказать Что бы Резко Отрицательно Понятно Что был уже Люблинский Комитет Но Перевести Все В плоскость Политики А не Войны Такие желания Тоже были Если бы Пришли Эмиссары И сказали У нас Мосты Через Вислу Мы можем Сделать Ход Коню Тогда Могли Напрячься И К этим Мостам Пробиться То есть То есть Вот так Пробиться К мостам Деблокировать Восставших Взять под контроль Варшавский Железнодорожный Узел Лишив Лишив Владение Немцем Железнодорожным Узлом Тем Самым Нарушив Все Перевозки Все Снабжения Образовав Большой Плацдарм Вполне Возможно Это Перешло В плоскость Политики И К тому Что Существовали Параллельно Разные Политические Силы Переход В плоскость Политика Был Теоретически Возможный Я его Не исключаю Именно В связи С Волынским Прецедентом А вот В формате Мы подняли Восстание Сделайте Что-нибудь Вы же Мужчина Это Шансов Не имело Понятно Что При сложной Обстановке На фронте Отсутствие Перспектив Самое главное Не было Перспектив Прорвемся А дальше Что Да И Второй Вопрос Опять же В советской Сториографии Которую Клеймило Польское Эмигрантское Правительство Проходил Такой момент Не то чтобы Красной нитью Но очень важным Насколько я понял Считался Что Советско-польские Отношения Именно Советского Союза Эмигрантского Правительства Силена Ухудшила Странная Подозрительная Смерть Сикорского В говоршемся О самолете И что Якобы Эта смерть Повлияла На напряженность В отношениях С эмигрантским Правительством И Побудила Поляков Пороть Горячку Планировать Восстание Получается Что это Перетянуто За уши Сильно Это Перетянуто За уши То есть Это Очень подробно Опять же Подчеркну Она На русском На русском Не издавалось Но она Есть На польском На английском Как Цехановского Многократно Издавалось Доступно Там Вот эта Тема Вообще Не фигурирует Там Идут Совершенно Параллельные Линии Вот этому Всему То есть Сикорским В этом отношении Не упоминается То есть Ни на каких Вот эти Опросы Командиров АК И Так сказать Документы Переговоры С Лондоном Это Вообще Не упоминается Так что Это Я бы притянуто За уши В современной Польской Историографии Делается большой Упор на радиопризывы К восстанию С советской стороны Более того В временами Начинает казаться Что если бы Не эти радиопризывы Вообще Вы не восстали Можете Как-то прокомментировать Так Прокомментирую Следующим образом Что Это были Призывы Которые Следует Понимать Как Призывы К дезорганизации Немецкого тыла Понятно Что если Например Нарушить Подвоз Тех же СССких Соединений Там 19 танковой дивизии Если не будут Приезжать по частям То Который удар Будет хуже То есть Вот это Слова Это Не образование Какого-то Анклава Где-то там За линией фронта А именно Диверсия Масштабная То есть Поднимать восстание Как говорится Убивайте Гестаповцев Бывайте Железнодорожников Нарушайте связь Сделайте Делайте Что-нибудь А вот Именно К Руководству АК Понятно Что оно Это все Не слушало И этим Не интересовалось Так что Призывы Разумные На самом деле Опять же Одна из Ошибок Восстания Так Шестая По их Начинать Считать Это то Что они Сосредоточились На Варшаве И проигнорировали Все вокруг То есть Они могли Диверсиями На железной дороге Замедлить Прибытие Тех же Коллаборационистов СС Из Познани Они могли Предотвратить Извините Когда Привезти Карла Это чудовищное Сооружение Там По 100 тонн Веса Это означает Что на железной дороге Все было тихо И спокойно Ну Относительно Масштабные Диверсии Могли нарушить И снабжение Немецкой 9 армии И опять же Снабжение Подвоз Резервов Которые громили Восставших Это все Сделано не было То есть Боли переключаются На Варшаву А в ней Ее Аховцы сидят И ждут Незискчев Так что Призывы На самом деле Если бы те же Повстанцы послушали Призывы советские По радио Там Ну не знаю Взорвали бы Чтобы Карла Эти куда-нибудь Улетели В Кювет Им Варшавяне Сказали большое спасибо А так Не то и другое Спасибо Давайте последний вопрос После того что вы сказали Юрий Мухин Такой высказал версию Что Гуркомаровский И прочее Были немецкими агентами Которые подстали Этих Троем На убой Именно в одну точку Варшаву Как бесполезные Немцы Их там грехуют Ну это Я не люблю Я не люблю Все же Конспирологию Я считаю Просто Что тут Действительно Проявилась Вот эта Горячность И поспешность И второе То что Вот эти немцы Которые подавляли Восстание Их наверное Было меньше Чем этих 10 тысяч Аковцев Ну реально Вот эта Рана Это 1700 Человек Дерли Вангер Известно точно Сколько его приехало Приехало Два батальона Там по-моему 880 человек То есть в принципе Единовременно Аковцев Наверное Атаковали В конкретном районе Не больше Там 3000 человек На круг Только за счет Техники Ну техники Того что Последовательно Ударили в одном месте Подавили Пошли на другое И вот так вот С лягушачьими прыжками Поглашают все Спасибо вам Аплодисменты